Насте Грязновой 7 лет, 5 из которых она занимается акробатическим рок-н-роллом. На тренировки ходит 3 раза в неделю, активно участвует в соревнованиях. Уже есть несколько золотых медалей, по 4 серебряных и бронзовых. Когда я первый раз пошла на рок-н-ролл, моя мама просто тренер. Она попросила меня посмотреть, может быть, у себя по талантам. И я поняла, что я останусь на очень долгое время тут. Я это место очень полюбила и осталась. Вероника Тюрина в спорт тоже пришла по стопам родственницы. Говорит, теперь хочет связать с рок-н-роллом жизнь. У меня тетя занималась этим спортом. И я смотрела, мне очень понравилось. Я решила тоже попробовать, мне понравилось. Мы приходили, она показывала. На тренировки я к ней иногда проходила. В Самаре прошел Кубок главы Самарского района по акробатическому рок-н-роллу. Именно в этом районе находится детская спортивная школа, в которой можно бесплатно заниматься этим видом спорта. Но в соревнованиях принимали участие воспитанники разных школ и секций. Не только из Самары, но и из Новокубишевска. Это праздник спорта и красоты. Уже практически 10 лет на территории Самарского района проводятся эти соревнования. С 2019 года мы их преобразовали в открытый Кубок главы Самарского района. И когда не только детки с Самарского района могут принимать участие, а и из других районов города, из других городов. И у нас даже приезжали участники из других регионов России. И, конечно же, в первую очередь это пропаганда здорового образа жизни, здорового спорта и, как повторюсь, праздник красоты. По словам тренеров, акробатический рок-н-ролл универсален. Наш спорт представлен во всем многообразии. Он вот настолько сейчас развивается очень хорошо. И маленькие дети, пришедшие вновь, они могут сольно показываться. Парно мальчик с девочкой, дуэтно девочка с девочкой. Команды. Наш вид спорта исполняется под музыку. Конечно, отдается предпочтение детям, слышащим музыку. Первые основные штрафы при выступлении на соревнованиях – это по музыке. Остальное – гибкость, ловкость, выносливость. Детей в акробатический рок-н-ролл принимают с трех лет. Но заняться этим видом спорта можно в любом возрасте, если не рассчитывать на профессиональную карьеру. Виктория Шарая, Петр Паломеев, События.